20.00 в Украине на Интере подробности о сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Елка есть. Дело за Оливье и бюджетом. Я готов принести в зал Верховной Рады абсолютно все, начиная от Оливье и закинчивая Мандариновой. Слава Путину от одесского прокурора и убойная танго от сотрудников убойного отдела. Откаты испанского королевства. Куда госденьги уходят там? Бюджет под Оливье. Депутаты возвращаются в сессионный зал после недельной передышки. Планируют принять главную смету на 2015 год. Кто видел этот документ? За кого, собственно, будут голосовать? И кто представит бюджет на следующий год завтра? Подробнее Екатерина Лысенко. Новогодняя елка уже в куларах парламента. А нардепам обещают устроить праздник прямо в сессионном зале, если бюджет не примут. Я готов принести в зал Верховной Рады абсолютно все, начиная от Оливье и закинчивая Мандаринами. Но чтобы бюджет был публичный, все касается каникул. Даже никаких каникул в таких умовах не может быть. Это мягкая угроза каникулам. Бюджет 2015 главная в повестке дня. Как и бюджетный с налоговым кодексом. Дедлайн до нового года. Это при том, что окончательная версия документа еще не зашла в парламент. Текст не видели ни то что нардепы, даже профильный комитет. Ожидаем, что до завтрашнего дня все-таки бюджет нам подадут. Мы его заслушаем презентацию, наверное, от Кабмина завтра в Раде. Ну и после этого в комитете будем разбирать его. В итоге решили, завтра голосовать будут, но в первом чтении. В следующих законопроектах не будет наибольших дорожливых моментов. Как, например, неподготовленное введение ПДВ рахунков. Как, например, так званая нулевая ставка подоткувания прихованных доходов. Я говорю, что это выключено со слов премьер-министра. Коалиция налаштована принять его за основу и работать день и ночь в комитетах Верховной Рады. Но первым делом завтра у нардепов закон о внеблоковом статусе решили на Согласительном Совете. Это то, о чем не спорят с коалицией. И, возможно, будет разговор о гривне. Я прошу коллег по коалиции подтримать, и завтра голова Насбанка должна быть на трибуне. И спокойно, чутко объясните, что происходит за гривне. В конце недели зовут министров на ковер. Мы наполягаем, чтобы на заседании в пятницу, когда будет разговор с урядом, мы отримали ответ на два вопроса. Первый, от министра юстиции, что все-таки сталося на заседании в Венецианской комиссии, стосовно закону про очищение влады. Другое вопрос до министра энергетики, какой все-таки план у нас по проходжению осенне-зимового периода. Глава группы «Воля народа» Еремеев хочет видеть в Раде и силовиков. У него вопросы к ним. А в оппозиционном блоке тем временем против мобилизации в 2015 году. Говорят, улучшать нужно качество вооруженных сил, а не призывать детей. Мол, коррупция среди генералитета зашкаливает, а вот пока необходимо загружать контрактами, а не покупать иностранное оружие. Осталось за парламентом назначение своих членов конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро. Это тройка президента, правозащитники Рефат Чубаров и Евгений Захаров, а также историк Ярослав Грицак. А вот тройка Кабмина Йосиф Зисельц, Александра Яновская и Юрий Бутусов. В парламенте пока заминка своих троих не назвали, но в конечном итоге все девять членов комиссии должны будут выбрать директора Национального антикоррупционного бюро. В профильном комитете с кандидатурами еще не определились. Главное, чтобы этот так называемый жюри в дальнейшем смогло выбрать директора, способного с коррупцией бороться без пиара и популизма. Но что касается бюджета, завтра в парламенте его будет представлять не премьер, а министр финансов Ярейска. А Яценюк уже обещает сохранить студентам стипендии и не повышать пенсионный возраст. Завтрашные вскрытия бюджета все и покажут. Екатерина Лысенко, Алексей Шматов, подробностях телеканал Интер. И ближе к вечеру у себя на странице в фейсбуке Олег Лешко написал о том, что фракция Батькивщина, Самопомощь и Радикальная партия предлагают назначить членом конкурсной комиссии по избранию главы антикоррупционного бюро директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кеслера. Он итальянец, в 90-х прославился как активный борец с сицилийской мафии, в 99-м, как представитель ОБСЕ, отвечал за переход системы правосудия Косова на европейские стандарты. Кеслер пользуется большим авторитетом в международных юридических кругах о том, как будут выбирать и каким должен быть человек на этой должности. Давайте послушаем мнение политологов. Вимога до этих членов конкурсной комиссии зазначена, что они не могут быть государственными службовцами, они не могут иметь каких-то коррупционных историй, они должны быть людьми с высоким социальным авторитетом. Эти люди не могут быть в каких-то родинных, финансово-экономических или политических связках с представителями уряда, влади, политических партій. Важливо, чтобы призначена человек была отдана от политических процессов в Украине. Это может означать, что эта человек может не иметь отношения до нынешних политических партій, а это может быть иноземец. Те люди, которые не показали эффективный заход по борьбе с коррупцией, сейчас могут покласти ответственность за отсутствие борьбы на какую-то другую человеку, которая будет призначена честно и прозорно. Есть большие побоевания, что это антикоррупционное бюро перетворяется еще на одну инстанцию высшего порядка для коррупции. Можно спираться как на местные кадры, так и на иноземцев на легионерах. Проблема не в том, откуда идут эти люди. Главное, чтобы эти люди не принялись к той социальной группе, которая заинтересована в сохранении на явного социального порядка. Уже не камикадзе, но на бомбе замедленного действия. В интервью немецкому изданию «Шпигель» премьер Яценюк рассказал о том, что на вопрос Ангела Меркель, находится ли он все еще в роли камикадзе, ответил, что теперь чувствует себя сидящим на бомбе замедленного действия. Из чего эта бомба состоит, правда, не уточнил. А вот его коллега, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель поплатился за свои непопулярные реформы. На бизнес-форуме студентки католического университета облили его майонезом и забросали картошкой фри. Таким образом, они требовали отставки премьера и изменения соцполитики. Им не нравится режим экономии, предложенный Мишелем. При этом он не называл себя камикадзе, да и на бомбе вроде тоже не сидел. Знаковые визиты на банковую. Вчера Лукашенко, сегодня Назарбаев. С чем они приехали в Киев, с чем покинули Украину и как на это реагирует Москва? Обо всем подробнее, Максим Кошелев. Череду официальных визитов на высшем уровне по приглашению Петра Порошенко открыл накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Этот визит явно не очень понравился Москве. А уж после того, как Лукашенко заявил о готовности помогать Украине в любых вопросах, да еще и в течение суток, некоторые официальные лица России разродились откровенно антибелорусскими высказываниями в соцсетях. Например, председатель Думского комитета по международным делам Алексей Пушков вообще не советует Лукашенко дружить с США и поставил своего недавнего самого верного союзника в один ряд с диктаторами Каддафи, Хусейном и Милошевичем. И вот сегодня в Киеве еще один не чуждый Москве лидер, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он долго общается с Порошенко тет-а-тет. Президенты даже задерживаются на встречу с журналистами. Но сразу заявляют, Киев и Астана возрождают и даже усиливают экономическое сотрудничество. Украина готова предложить свою продукцию тяжелого машиностроения, поделиться опытом в строительстве, в авиационной и особенно в космической сфере. Это выгодно обеим странам, ведь Украина производит ракеты-носители, а в Казахстане есть космодром Байконур. Но это еще не все. Мне приятно констатировать, что мы в полном объеме возобновляем военно-техническое сотрудничество. И тот опыт, и тот потенциал украинского военно-промышленного комплекса в полном объеме будет задействован для укрепления обороноспособности Казахстана. Сразу мы договорились о поставке угля из кабастузских месторождений, наиболее дешевых из всех, которые добываются в той стране. Но главная интрига сегодняшнего визита Назарбаева – его роль миротворца в урегулировании конфликта на Донбассе. Во время сегодняшней встречи Назарбаев неоднократно подчеркнул, что территориальная целостность Украины и ее северенитет незыблемы, а боевые действия на востоке страны нужно прекращать. Причем согласно мирному плану Петра Порошенко и подписанным ранее Минским договоренностям. Минские договоренности поддерживаются всеми. Мне известна четкая позиция Украины, мне известна позиция России, мне известна позиция Европы. Теперь я все это понимаю, исходя из этого, могу вам сказать, есть возможность выйти из этой ситуации. Пока президенты вели переговоры, в начале улицы Банковой прошел малочисленный митинг. В нем приняли участие в том числе и оппозиционеры из Казахстана. Они называют Назарбаева диктатором и обвиняют в том, что он поддерживал Путина и аннексию Крыма. Заметил ли этот пикет Назарбаев, значение не имеет. Гораздо большее значение имеет то, когда встретятся президенты Казахстана и России. И какие параллели проведет Алексей Пушков после сегодняшнего визита Назарбаева в Киев. Тогда и будет понятно, не напрасным ли он был. Что стоит за визитами президентов Беларуси и Казахстана в Украину? Были ли они на самом деле спонтанными? Или все же к ним долго готовились? Вот мнение экспертов. Казахстан очень тесно współпрацует с другим глобальным гравцем, с Китаем. Я не отключаю, что президент Казахстан может озвучить какие-то меседжи и с боку Китая, и с боку президента России. Ревень визита показывает, что этот визит готовился долго, что это не спонтанный визит. Евросоюз и евроатлантические структуры, они, как всегда, проявляют свой прагматизм и будут выбирать между плохим царем и совсем плохим царем. Есть достаточно интересные разработки, в том числе мобильные арт-системы, самоходные минометы, которые Казахстан создавал в нулевые годы совместно с израильскими фирмами. То есть там есть масса интересных вещей. Кроме того, военно-промышленные комплексы Украины и Казахстана, они стыкуемы. Эти визиты связаны как раз тяжестью западных санкций. Они увидели эти последствия. Обвал рубля. Опасение того, что геополитическая катастрофа России может произойти очень быстро. Они оба боятся оказаться под обломками. Но они не отрекаются, не отказываются от таможенного союза. Они формируют в отношении Путина более сильные позиции. То есть, если будет давление, если Россия попытается диктовать позицию, они обозначили, что у них есть выбор. Инцидент с нашей съемочной группой в Песках в минувшую субботу, когда командир 93-й бригады Олег Микац в крайне грубой форме запретил моим коллегам снимать и даже угрожал физической расправой, сегодня нам прокомментировали в Министерстве обороны. И вот что сказали. И сейчас с нами на связи Вениамин Трубачев. Он находится на Донбассе. Веня, здравствуй. Скажи, есть ли продолжение этой истории с командиром 93-й бригады? Нет, Наташа, непосредственно с ним продолжения сейчас никакого нет. Но Минобороны в курсе того, что произошло. Наверное, просто комбриг Микац недоволен тем, что журналисты, не только я, но и многие мои коллеги, показывали, как через сепаратистский блокпосты проходила ротация в Донецком аэропорту. И я очень надеюсь, что нам не будут мешать работать. И сам комбриг наконец-то поймет, что наши украинские журналисты ему не враги. Пока на эту тему вся информация. Все, что я могу сказать. Спасибо, Веня. Давай к новостям. Где ты сегодня был и что видел? Да, Наташа, обстановка на передовой продолжает быть напряженной. За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских сил из стрелкового оружия и минометов. Есть вот несколько таких точек, которые боевики чаще всего сейчас атакуют. Одна из них находится в Луганской области, вблизи поселка Чернухино. До позиции боевиков там не больше километра. И повсюду, по всему полю, где находятся наши позиции, находят воронки. С чего вы стреляли? С чего вы стреляли? С 120-ки. Это по всему полю. Бачите? Снимайте. А сколько постреливших было? Выбухи? Да ну, кто их считает. Бау. Здесь боевики часто используют и тяжелое вооружение. Вот вы сейчас можете видеть воронку глубиной в два человеческих роста. Скорее всего террористы пытались разбить дорогу. К счастью, во время вот этого взрыва никто не пострадал. Но вот из чего стреляли? Это загадка и военные до сих пор гадают. Но, скорее всего, это, конечно, не виномет и не грады. Скорее всего, это была какая-то ракета, высокоточная зброя. Потому что он не может работать так, как в этот разъем. И это точно, что не подрел. Бойцы открывают ответный огонь только в случае, если есть прямая угроза жизни или когда диверсионные группы боевиков подбираются слишком близко к блиндажам и укрытиям армейцев. Ответ даю он только уже после того, как противник открывает по нам огонь. Соответственно, без этого никак нельзя. Невозможно, потому что они потом начнут наступать и, к сожалению, приходится. Часто на передовой военные живут просто в поле. Чтобы защититься от обстрелов, копают и строят блиндажи. В таких землянках армейцы и спят, и еду готовят, и в свободное время проводят. Обычно внутри тесно и темно, но все-таки относительно безопасно. В прифронтовых селах и городах очень сложно с поставки продуктов. Есть села, куда еду просто не завозят, также не выплачивают пенсии и социальные пособия. Люди не получают деньги месяцами. И далеко не все могут поехать, например, в райцентр и переоформить свои документы. Занесете? Так давно не платят? Да уже месяцев пять, наверное, уже шестой. Не знаем, когда будет. Вот карточки надо ехать получать. А куда я поеду? Я на палке еле хожу. Я получила один единственный раз килограмм гречки, килограмм сахара, и то не полный килограмм, да? Вот килограмм сахара. И две банки консервиста в риды. Они даже по телевизору и покажут. Людям помогают в основном военные и волонтеры. Они помогают и продуктами, и одеждой, и медикаментами. Наташа, пока это все новости. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев был с нами на связи. Сейчас на очереди Мариуполь. У нас в эфире Александр Пантелеймонов. Он там находится прямо сейчас. Саша, какие новости у тебя? Как обстановка в Мариуполе, в пригородах? Да, Наталья, вот по самым последним данным, буквально около часа назад были обстреляны позиции наших военнослужащих вблизи поселка Гранитное. Это около 50 километров от Мариуполя. Стреляли из артиллерии и тяжелых минометов. Но, к счастью, обошлось без потерь. Также можно сказать, что в районе Мариуполя сейчас продолжается что-то вроде своеобразной войны разведок. Вот с утра буквально бойцы обезвредили одну очередную группу диверсионного противника. И была даже перестрелка, но, к счастью, тоже обошлось без потерь. Также постоянно активная и вражеская воздушная разведка. Сегодня с утра было замечено два вражеских беспилотника. Один летал практически вот над самым Мариуполем. Наши бойцы продолжают укреплять свою линию обороны. Вот недавно оборону усилила 30-я механизированная бригада. Тут есть и ребята из Крыма, которые остались верны присяге. Прошли буквально все горячие точки на Донбассе. И вот сейчас будут защищать Мариуполь. Даняли оборону. В этом направлении держим оборону. Скрытность мы тревались. Самое основное. Но вот это подразделение уже почти восстановилось после потерь, которые понесло под Донецком. Но некоторые боевые машины все еще остаются на ремонте. Вот, например, боевая машина бойца Юрия попала под обстрел тоже под Донецком. И этот боец героически вынес на себе раненого, тяжелораненого товарища. И потом саму машину тоже эвакуировали. Хочу передать всем всем привет. Это есть украинская земля. Мы здесь стоять на кинцах. Ну и нашим бойцам продолжают помогать волонтеры. Вчера в Мариуполе прошел финальный концерт группы арт-волонтеров. Они проехали с выступлением буквально по всей зоне АТО. И бойцы были очень рады такой моральной поддержке. Пока у меня вся информация. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о ситуации в Мариуполе. Жизнь на оккупированных территориях, там, где работа наших корреспондентов сегодня невозможна. Нам с информацией помогают местные жители. По телефону они рассказывают о своих сегодняшних проблемах, о том, как выживают, о том, чего не хватает. Давайте послушаем Донецк и Луганск. 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 А вы понимаете, нетрезвый человек с оружием в руках, если у человека есть оружие, то есть не знает, как он себя ведет. Может, он выйдет на улицу и начнет окна расстреливать. Ну, мало ли, что ему не понравится. Беспредел на Бориспольской трассе. В сети появилась запись с видеорегистратора, как бойцы Айдара напали на водителя автомобиля. Вот несколько машин медленно движутся и фактически блокируют движение. Также заметно, как автомобиль с бойцами подрезает одну из машин, заставляет ее остановиться. В батальоне объяснили произошедшее тем, что водитель настойчиво обгонял похоронную процессию. А силовики батальона, майдановцы из Харькова, Запорожья, Кривого Рога, представители самообороны, сопровождали рефрижератор с телами бойцов, погибших в зоне АТО. Тем не менее, в Айдаре считают, что напавшие на водителя на Бориспольской трассе их позорят. Со всем этим теперь разбирается Министерство внутренних дел. Выходные в Ривне были веселыми и пьяными, и даже скандальными. Как правоохранители отмечали два праздника, чем это закончилось, и, несомненно, о последствиях, которые их ждут, подробнее и на Белецкое. Отель в промышленном районе города, демократичные цены, приветливый персонал. Вот хотя бы эта горничная. Сейчас она единственная, кто остался работать, остальные уволились. После инцидента с заезжим одесским прокурором. Он с другом остановились здесь в пятницу. Пили много, гуляли громко. Вели они себя так, как они вели, понимаете, так, как им позволила их совесть. Напылились и выражались. За это кто-то вызвал там в милицию. Смотрите, уже все знают, что они кричали «Слава Путину! Слава России!» и матюкались. Люди боятся, понимаете, расширяют, потому что понаходили телефоны их позвоню. Для патриотично настроенных местных жителей такая наглость одесского прокурора из области фантастики. Пьяных гостей отвезли в милицию. Составили протокол. А теперь самое интересное. Прокурора из Одессы отпустили. Из-за прославления Путина ему грозит страшное наказание. 51 гривня штрафа. А может, в субботу просто некому было заниматься проявлениями сепаратизма. Извиненские милиционеры с друзьями из пенитенциарной службы отмечали профессиональный праздник. В таком виде они покидали рабочие места. Шатались, падали, а завидев журналистов, стали исполнять нечто похожее на латиноамериканское танго. В одном из танцоров журналисты сразу узнали правого борта с преступностью сотрудника убойного отдела. А вот сослуживцы и начальство не узнали. Инспекция из особого склада управления кадрового забеспечения Украины в Ревненской области проводит службовое расследование, в рамках якого, з'ясуя, чьи причетники милиции до резонансного вида. Скорее всего милиционеры окажутся либо непричастны, либо глубоко трезвы. Что тут такого гулять пьяными под окнами у БОПа? А пропажа 130 килограммов янтаря и 80 тысяч долларов прямо из кабинета следователя управления и пока еще не найденные виновные очередное тому свидетельство. Все эти истории явно вызовут гнем в Киеве, в МВД, который активно готовится к реформам. А сам президент явно не хотел бы видеть в рядах будущей полиции таких вот правоохранителей. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривна. Все могут короли и жениться по любви, и даже вертеть законом. Почти три года назад испанский король опозорился, отправившись поохотиться на слонов в Африке, а вот теперь его дочь выступает в тяжелом весе, попала в скандальный сериал. О продолжении этой истории подробнее София Гордиенко. Откаты по-эропейски, точнее по-испански, сегодня скандал, вернее уже скандальный сериал обрел продолжение. Три года назад в своей рождественской речи король Хуан Карлос сказал, закон в Испании один для всех. И похоже, его родная дочь в этом убедилась. Когда Кристина де Бурбон выходила замуж по любви за красавцу-баскетболиста, младше ее на три года, местные дуэни покачивали головами, вещали. Ни к чему хорошему такой союз не приведет. Мезальянцы среди нынешних присталонаследников уже не новость, и такие браки существуют долго и счастливо. Но в этом случае пророчества сбылись. Муж ее королевского высочества, Иньяки Урдангарин, уйдя на спортивную пенсию, основал благотворительный институт НООС. По версии следствия, эта организация по завышенным ценам получала госзаказы на проведение спортивных мероприятий, а деньги переводила в офшоры. Если раньше жена спортсмена проходила по делу как свидетель, то после того, как компаньон Урдангарина обнародовал частную переписку с королевским семейством, инфанту Кристину заподозрили в получении прибыли от незаконной деятельности супруга. Скандал не только запятнал репутацию королевского дома, но и сказался на личной жизни принцессы. Ее супруг еще в начале следствия уехал к родственникам США, сбежал от преследований юстиции и папарацци. Но если его вина будет доказана, он может вернуться в местную тюрьму лет на 16, как того требуют прокуроры. А они в Испании требовательные. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Франция усиливает меры безопасности перед праздниками. Накануне в городе Желетур неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал с ножом на полицейских. Перед тем, как его ликвидировали, успел ранить двоих стражей порядка. Еще один инцидент произошел в Дижоне. Водитель наехал на пешеходов также с возгласами «Аллах Акбар». В различной степени пострадали 13 человек. Правда, сегодня местная прокуратура заявила, что нападение не было террористическим актом, подозреваемый психически неуравновешенный француз-арабского происхождения. Британцы сожалеют. Обучили киберхакеров за деньги своих же налогоплательщиков, а теперь за все расплачиваются американцы, и не только они. О каком скандале речь? Кто эти киберхакеры? И во сколько все это обошлось британскому правительству? Подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. Альмаматор для шпионов прямо в сердце Лондона – это Вестминстерский университет. Престижный вуз с репутацией, которая теперь подпорчена. Здесь обучали студентов из Северной Кореи. Вроде ничего особенного. У Британии с этой страной есть дипотношения. Если бы не специализация, кибербезопасность. И тот факт, что за образование платила британская сторона. Обошлось ей это в 60 тысяч фунтов стерлингов. Получается, сами же воспитали специалистов-компьютерщиков высочайшего класса, способных взламывать системы безопасности. А затем скандал. Северо-корейские хакеры пробили защиту компании Sony Entertainment и выложили в сеть фильм об убийстве Ким Чен Ына. Эту кибератаку считают беспрецедентной. Хотя в КНДР свою причастность к ней отрицают. Есть и другие враги. Не только Британия, а все Европы в информационном пространстве. Россия очень много денег инвестирует в свое международное вещание. В частности, телеканал Russia Today постоянно расширяет аудиторию в разных странах по всему миру. Мы начинаем проигрывать информационную войну. Компания BBC, а именно мировая служба британской обещательной корпорации, написала в МИД письмо. Не хотят ли дипломаты сделать что-то с финансированием медиа, чтобы больше отвечать события в Украине? Вопрос оказался риторическим, но проблема весьма реальной. МИД не дает денег BBC World Service, платят исключительно подписчики. В то время, как рупор Кремля Russia Today продолжает агрессивное наступление на западный рынок. Недавно телекомпания начала вещать в Соединенном Королевстве и сразу же нарвалась на скандал из-за необъективного освещения украинских реалий. Обеспокоены этим журналисты и некоторые политики. Но предпримет ли что-то британское правительство? Если да, то когда? Да. Оксана Кандеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Что происходит с двойными курсами в одном из банков? Мы выяснили, почему это в принципе возможно. И также будут прямые включения наших журналистов. Они покажут и расскажут, как и где отключают свет в Украине. Смотрите нас. 14,5 минут радости в день и тех лишили Китай и клубничка. Тело в дело, тем более, что это тело года. Кто она? Самая-самая. Эта история уже почти год, но она не завершена. Заслуженно ли подросток получил 8 лет лишения свободы якобы за умышленное убийство сверстника? Он виновен или назначен виновным? Подробнее Станислав Кухарчук из Черкасс. Трагедия произошла еще в феврале. Семиклассника Диму Артеменко избили в школе. Спустя 10 часов мальчик умер в больнице. Врачи не смогли поставить точный диагноз. Под давлением общественности милиция быстро нашла виновного. Им стал 15-летний Игорь Слабенко. Это представители местной самообороны пришли поддержать подростка в суде. Игорь Слабенко месяц в СИЗО за умышленное убийство. Суд дал ему 8 лет лишения свободы. Родители подали апелляцию. Трагедия заседания, и он никак не может доставить в зал суду до нас. Сейчас непонятно, чего повалить. С ним не дают спілкуваться, его даже не приводят в суды. Адвокат Игоря уверяет, следствие назначило парня виновным. Отсюда защитник требует хотя бы на время рассмотрения апелляции отпустить парня из СИЗО под домашний арест. Ему 15 сроки. Ловчику 15 роки. Что он может учинить? Звинувачивание, которое есть в криминальном проведении, не имеет никакого доказа. Эта справа на припущение. На скамье подсудимых, уверен адвокат, должны были оказаться совершенно другие люди. В феврале в круг подозреваемых, кроме Игоря, попали еще двое старшеклассников. Во время следствия телефонные разговоры подростков прослушивала милиция. Аудиозаписи были переданы в суд, но рассматривать их судья не захотел. Почему, затрудняется ответить даже гособвинитель. Питания, что до доследования доказов, обсягу и сместу этих доказов, сейчас разголошение не подходит, оскольких выроков относительно виноват, не на вызове вынесено. Сегодняшнее заседание продлилось всего 15 минут. Судья объявил перерыв и уединился в совещательной комнате. Вечером секретарь сообщил, рассмотрение дела переносится на завтра. Это неполага судья. Это неполага, это забыдло, рахуют людей. Это не точно люди. Что они хотят достать уже до конца людей. Теперь вопросы, кто действительно виноват в трагедии, кого покрывают и покрывают ли, мы узнаем ответы, если их отзвучат, как говорят в народе, те, кому положено. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкассия. Они зарабатывают, несут кровные в банк, открывают депозиты, карточки, а потом возникают такие ситуации, когда юристы советуют все записывать на видео. Что это за банк и что за история там происходит? Смотрите. Это Леонид. Рассказывает, жил, работал, однажды увидел рекламу депозитов Приватбанка. Решил открыть. Мне оформили депозит за 5-5 минут. Быстренько посчитали деньги и сказали огромное спасибо. Когда пришло время, забрать деньги с депозита Леонид не смог. Сначала в банке сказали, вместо 25 тысяч гривен выплатят 23. Мол, 2 тысячи забирают за нарушение условий договора. Кладчик говорит, в бумагах об этом ни слова. Но он был рад вернуть хоть что-то. Обещали. Но потом оказалось, депозит и вовсе продлили без его ведома. В банке безрезультатно. Они работают вообще без бумаг, без ничего. Деньги не получил. Судиться с ними, это с такой организацией, как Приватбанк, судиться. Я теперь не знаю, что будет. Приватовский депозит не единственная проблемная история. И вот какая. Я делала покупку через интернет на иностранном сайте. Соответственно, у них там была цена евро. И после покупки мне пришла смс, о том, что у вас там списано такое-то количество евро по курсу 24 гривны за евро. Но меня это немножко смутило. Я думаю, как это 24 гривны за евро. Я зашла к ним на сайт. И, в общем-то, первый курс, который у них там показывают на сайте, сразу, когда там заходишь внизу, у них есть блок этот, там 19 с чем-то, в общем-то, гривен было за евро. Когда я на третий раз дозвонилась в техподдержку, то я вдруг выяснила, что у них на сайте есть два курса. То есть у них там есть отдельная вкладка. Один курс – это для обмена в отделениях. И там, по-моему, банкоманды... Нет, только в отделениях. Да, в отделениях. А второй курс – это курс для оплаты по интернету, для безналичного расчета, в общем-то, если ты рассчитываешься картой. Вот. И там этот курс был указан 24, в общем-то, гривны за евро. Только с третьего раза, в общем-то, мне смогли адекватно объяснить, откуда взялся этот курс. То есть меня отсылали дважды в мастер-карт, вот, говорят, что это курс мастер-карт. И сказали, что это внутрибанковое постановление, как бы, а это их курс. Юристы говорят, такое поведение банка – обман. Советуют пострадавшим от приватбанковских афер не бояться обращаться в суд. Фактически обман. Если вы знаете, что банк в последнее время имеет там тенденцию к обманам, лучше записывать переговоры с банком, включать видеосвязь, диктофон, каким-то образом фиксировать правонарушения. Мы обращались за комментариями в приватбанк, но там, как всегда, ответа подробностям не дают, чтобы потом давать повод кому-то написать, что другой точки зрения не было. Мы готовы им дать ответ. Татьяна Авинникова, Иван Дед, подробности, телеканал Интер. Он хотел уволить журналиста «Эхо Москвы». С его подачи появился кодекс журналиста для всех, кто внутри «Газпром-медиа». И все это было на пользу карьере чиновника, пока он не захотел большего. О ком и о чем речь подробнее Данил Русаков из Москвы. Ушел по собственному желанию и уже не вернется. Как ушли главу «Газпром-медиа» Михаила Лесина, сейчас гадают многие. Из утечек в российских СМИ следует. Причина всего конфликт с руководителями федеральных телеканалов. Из-за чего все эти конфликты? Ответ оказался куда более прозаичным. Михаил Юрьевич пытался поднять под себя все денежные потоки. С главным рупором Кремля в ГТРК не сошлись взглядами по новому закону о запрете рекламы в кабельных сетях. С 1 января неэфирные каналы смогут зарабатывать только на подписке. Добродееву происходящее по всей видимости не нравится. Основной госвещатель за последние годы наплодил много тематических каналов и как их финансировать после урезания всего и вся непонятно. С директором Первого канала Константином Эрнстом Лесин не договорился о процедуре тендера для измерения аудитории зрителей, а непосредственный подчиненный главы Газпром-медиа руководитель НТВ Кулистиков вдруг испугался, что все деньги от рекламы Лесин заберет себе. Главари Большой Тройки дружно пожаловались на Лесина владельцу национальной медиагруппы Юрию Ковальчуку, а тот в свою очередь Путину. Организованный медиа-сообщество плюнуло Лесину в лицо компроматом на него. В первую очередь информация о недвижимости в Соединенных Штатах общей стоимости 28 миллионов долларов в Лос-Анджелесе и на сопредельных территориях. И в конечном счете все это привело к отставке Михаила Юрьевича. Увольнение Лесина в какой-то мере злая шутка судьбы. Еще недавно он сам активно ратовал за то, чтобы лишить работы корреспондента Эхо Москвы Александра Плющева. Причина вот это пост из Твиттера. В итоге Плющев ушел в отпуск и работу сохранил. А вот Лесин уже нет. Впрочем, в случае с Газпром-медиа это как раз тот, когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вряд ли любой другой руководитель изменит редакционную политику подконтрольных СМИ. Погубила Лесина жадность или нет это не столь важно. Наверняка ему найдут замену и новое место работы. Интересно, правда, какое. Данил Русаков и Олег Неведонский Московское бюро телеканала Интер. Америка, Куба, сближение. 18 месяцев переговоров в Канаде и при содействии Папы Франциско стали известны детали. Именно о них Дмитрий Еловский из Вашингтона. Накануне Рождества семейство президента Обама улетело в отпуск на Гавайи. Но через пару лет, если задумка лидера нации воплотится в жизнь, можно легко себе представить его отдыхающим где-то на пляжах Гаваны. Возможно, по соседству шикарной вилой Пунте-Серро, где уже давно обосновался команданты Фидель. Говорят, отмена санкций против Гаваны и смена курса это дело рук старшего брата Кастро. В то время, как его брат Рауль это лишь обложка дипломатической перезагрузки. Фидель продолжает управлять островом. Несмотря на болезни и довольно преклонный возраст, он все еще не растратил свою мощь и влиятельность. Говорят, стакан свежего апельсинового сока и сельдерей помогают Кастро держать страну в своей власти. Он никогда не был сторонником прозрачности властных структур. Его вилла это ведь настоящий форпост неприступный и скрытый от глаз народа. Рауль Кастро, который продолжает дело своего старшего брата, рассчитывает, что документ о сдвижении со штатами будет, ну, таким своеобразным миром двух победителей. Но пока это, конечно, очень смелая надежда. Кстати, он живет в такой же неприступной вилле буквально рядом с Фиделем. До простых кубинцев очень далеко во всех смыслах. Народ тем временем ожидает, что с подписанием договора на остров вклынут инвестиции от большого соседа, откроются новые возможности для бизнеса и трудоустройства. Но власти острова считают, что это будет прежде всего эффективный инструмент для того, чтобы держать давних противников команданта Фиделя, обосновавшихся в Флориде, на коротком полотке. Правила игры ведь станут более понятными и значит ожидать от оппозиции ударов в спину уже не надо. Для кубинцев это, конечно, в любом случае победа. Для Америки в определенной степени тоже, хотя ее и обвиняют в неэффективности многолетних санкций. Но Обама же сказал буквально на дня, Америка гордится тем, что умеет признавать свои ошибки. Если бы не он, то республиканцы наверняка пошли бы по той же дороге. Но, правда, возможно, не так быстро и не так прямо. Дмитрий Уловский, Юрий Романюк, подробности Американское бюро телеканала Интер. Кто стал телом года в Голливуде, какой призовой фонд супер-лотереи в Испании и как в Китае воюют с любителями клубнички. Об этом и не только в нашем обзоре. Во французских аптеках появилось лекарство от антисемитизма. Организация евреев-европейцев обещает, препарат антисемиток поставят на ноги даже после самой сложной формы национальной нетерпимости. В каждой упаковке три леденца с медовым вкусом, пластыри и бумага с текстом закона о наказании за антисемитизм. Стоит лекарство 5 евро. Лучшую женскую фигуру года определили в Голливуде. Почетный титул самой стройной и подтянутой в американском шоу-бизе достался Люпити Неонго. В опросе кенийская актриса на йоту опередила Дженнифер Лопес. Неонго обладательница Оскара за роль в фильме «12 лет рабства». На большом экране актриса дебютировала в прошлом году. В Турции руководство ток-шоу оштрафовали на 180 тысяч долларов. Мол, телепередача подталкивает мужей к измене. Оказывается, в прямом эфире мужчины танцевали с незнакомыми женщинами. Телерадиокомитет страны посчитал это противоречит морали и разрушает браки. Ранее курсантам военной школы Турции запретили смотреть телесериал «Игры престолов». В Китае на просмотре порно попались 30 тысяч человек. Полиция устроила облаву на любителей клубнички, но оказалось среди ценителей много правоохранителей. Власти объявили войну порно в сети. Уже ликвидировали 3000 аккаунтов с запрещенным видео и закрыли сотни сайтов. Китайцы остаются лидерами по затраченному времени на просмотр порно. Каждый день уделяют этому в среднем 14,5 минут. 2,5 миллиарда евро можно выиграть в рождественскую лотерею в Испании. Трансляция розыгрыша будет длиться 4 часа. Традиционно счастливчики-победители тратили деньги на дома, машины и яхты. Теперь, когда по Испании ударил экономический кризис, участники лотереи планируют для начала рассчитаться с долгами. Японские сумоисты взяли в руки гитары. Борцы снялись в рекламе фитнес-браслетов и предстали в образе рокеров. Как ни старались, но игру на инструментах пришлось имитировать, а музыку подкладывать. Благодаря рекламе продажи браслетов выросли, а ролик с сумоистами уже посмотрели сотни тысяч человек. Страсти по Блаттеру. Останется ли Швейцария с президентом ФИФА? Кто ведет с ним тайные переговоры? В чем их сути? Сколько хороших миль ему понадобится при плохой игре? О цене этой игры подробнее Татьяна Лагунова. Нового главу ФИФА официально будут выбирать только в мае следующего года, но закулисные переговоры уже в разгаре. Британские журналисты раскопали руководство Международной Федерации Футбола не прочь оставить на этой должности Йозефа Блаттера и уже ведет с ним тайные переговоры на пятый срок. И это несмотря на скандалы, которые связаны с именем швейцарца. Йозеф он же Зепп Блаттер президентствует ФИФА уже 16 лет и за это время был замешан в череде некрасивых историй. Но самый громкий скандал разгорелся совсем недавно. Блаттера подозревают в том, что Россия и Катар не совсем честно получили право проводить следующие чемпионаты мира по футболу. Расследованием этого дела занимался американец Майкл Гарсия, следователь ФИФА по вопросам этики. Он опросил десятки свидетелей и подготовил детальный доклад. ФИФА его напечатало, но не полностью. Из 400 с лишним страниц всего 40. Мол, недочеты были, но в целом все в порядке. В знак протеста Гарсия уволился. Нам нужна большая прозрачность во всем, что касается решений и процесса их принятия, а также обвинений. Чтобы замять скандал, функционеры ФИФА даже собрались на экстренную встречу и со скрипом решили опубликовать более широкую и адекватную версию отчета, чтобы спасти имидж организации. Мы не должны работать для медиа, но общественное мнение очень важно, ведь футбол это величайшая игра в мире. Впрочем, когда обещанный отчет напечатают и что именно в него попадет, пока непонятно. Но ясно одно, от этого зависит будущее самого Блаттера. Вполне вероятно, что он, сославшись, например, на состояние здоровья, не будет баллотироваться на пост президента ФИФА. В таком случае лицо сохранят и ФИФА, и чистильщик Майкл Гарсия и сам Блаттер. Такая вероятность абсолютно реальная. Татьяна Мугунова, Геннадия Никеенко, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Веерные отключения. Мы в прямом эфире будем рассказывать о том, где и как они происходят, есть ли графики, нет ли графиков и как реагируют люди. Сегодня Харьков и Киевская область. Лидия Калинина в Харькове, она с нами на связи. Лида, как проходит отключение у вас и что люди говорят? Наташа, на свет в Харькове начали отключать еще несколько недель назад и только сегодня Облэнерго разместила на своем официальном сайте вот такие графики. По ним все дома в Харьковом области делятся на три группы. Каждая будет включать эту максимум на 6 часов и 3 часов и утром 3. и утром 2 и 3 вечером. Однако хотя бы уже заметили в этих списках что-то нестыковки кого-то а кто-то упадал дважды. У меня получается сразу два списка и Б и В, а дом попал и туда и как бы в первую и во вторую и в общей сумме 10 часов без света целых 10 часов без ничего абсолютно ни интернет ни кабельное. Бойлер дома стоит воды горячей нет. день праздничное ночное шоу. В ВВЛ это не ошибка просто некоторые дома попадают от разных источников поэтому попадают минимум два списка но отключать при этом каждую сторону дома будет только по одному из них. Верное отключение коснется не только жених домов сегодня например в Харькове опять стояли троллейбусы и трамваи сюда попадают практически все ну разве что какие-то крупные больницы которых есть скажем так операционные да роддома вот все остальное садик и школы конечно же попадают таких у нас 5-6 предприятий уже которые подтвердили что они выводят рабочих организуют транспорт пока график отключения есть только на сайте но в Облэнерго обещают разнадить распечатанный график по домам вместе с квитанциями он составлен до февраля но это вовсе не значит что потом отключения прекратятся все зависит от ситуации в стране ну а центр города освещен как видите есть и новогодняя иллюминация и елка ее кстати не отключают даже днем в Облэнерго говорят это все обходится к городу недорого поэтому жертвы новогодним настроениям ради экономии нет спасибо Леда Лидия Калинина о веерных отключениях в Харькове теперь о ситуации с отключениями в Киевской области с нами на связи Алла Матюшок Алла здравствуй где ты сейчас находишься и отключали ли там сегодня свет добрый вечер мы находимся в Ишгороде в Киевской области люди уже привыкли к отключениям электроэнергии и даже стали приспосабливаться к таким неудобствам все знают что света не будет определенное время отключают обесточивают приборы и ждут но вот сегодня во многих районах области электроэнергию так и не выключали например в Ишгороде один раз всего на 45 минут вот в этом видите в этом сейчас есть в нем выключают обычно выключали с 4 до 6 и у нас глынк и нема а у нас на работе не горит обещали с 4 до 6 а сегодня уже сколько все время уже не включили мы могли выйти с работы хотели задержаться а пришли бачите идем люди говорят потерпят без света переживут но требуют график если электроэнергию будут отключать четко по расписанию и планы можно скорректировать и техника уцелеет три раза на день вымыкают не постійно в один и тот же час и коли хочут и вымыкают например вечерин могут не вымыкать враньце могут не вымыкать был бы график когда люди знают выключают например с той час до той час люди подстроятся под то каждый человек подстроится под тот график мы так привыкли задаем 97-96 вот такая ситуация на данный момент в Киевской области мы будем каждый день отслеживать и рассказывать в подробностях об отключениях Наталья спасибо Алла Алла Матюшев была с нами на связи информация постоянно обновляется на нашем сайте подробности ее и в прямом эфире мы увидимся уже завтра хорошего вам вечера доброй ночи и до встречи в подробностях субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok